Я не знаю, я не знаю. Когда мы будем работать? Когда мы будем дорогие делать? Наталья Михайловна. Мы подъемляли торги, вот по торгам. Первые торги будут 15-го числа. Мы ориендатор торгов, он закуплен договора. Первые 5 торгов, да. Первые 5 торгов у нас проходят. Следующие 19-го числа и вот дальше идут торги. А когда вы купили на документы? Ну, получается, полтора месяца. Так что, даем полномочия патрульной полиции одевать на ручки? А почему раньше не подавали? Ну, никак же не могли составить перечень дорог. Вы не могли составить перечень дорог? Ну, конечно же, короче, не меняется. Смотрите, Сергей Михайлович, смотрите вот так. Вот на сегодняшний день мы посмотрели, кроме того, что у нас есть детишки, нам еще необходимо 365 долларов. Ну, как-то так. Есть 30, да, 365. Это так, вот, по минимуму, это самые такие дороги. Это Чегрина, это Чкалово, это Херсонское шоссе, это Троицкое. Это турбины. Это взяли чисто вот такие дороги. А с турбиной, да, вообще с турбиной. А вообще с турбиной что? С турбиной. Будете ли вам попросить? Или вы тоже, пожалуйста, Денис Сергеевич, что там стоять летом, разведите фильм? Нет, послушайте, вот в эти 365 мы включили кричащие, это необходимо дополнительно. Но, естественно, нам этих денег так никто и не даст. Нам сейчас предложили разбить на три очереди. Первоочередные по второй очереди и по третьей очереди. Каких? Вот мы буквально сегодня с утра сидели и тасовали. Какие ж первую очередь? И та разбита, и та разбита, и та разбита. Ну, вот, понимаете... А скажите, пожалуйста, а вот когда принимали ДНД, там был перечень дорог? Мы же за него голосовали? Правильно. А сейчас он и не? Там на какую? Нет, они все те же дороги, все те же дороги. А вы имеете в виду деньги, которые будут дополнительные? Да, да, по финансированию. Кто ничего не знает. Вот вопрос. У меня нет большинства. Нам говорят, скажите, на какую сумму вы выделяете, вы выделяете, мы их под ним подберем. Нет, вы нам принесите опять. На 200 миллионов. 500 миллионов, это нормальная сумма. Ну, вот они, перечень. Такие их нету, какие-то сегодняшние. Это все, Наталья, как-то? А можно я спрошу? Да, да, нет. А скажите, а в 16-м у нас еще в городе Асмарк положили, нет? Ложили. Ну, есть, я же его нигде не вижу. Я по тем улицам, где я езжу, я не вижу вообще. А по каким улицам вы едете? Ну, чикрина. Ну, вот, московская. Я заберу. Почему на московской и не делали? Ну, вот Чкалова. Ну, вот, я там езжу. Вот, скажем, на мыл там подборезали. Базурная, подборезанная. То, что вы планировали две недели назад, это самое. Ну, как-то по торгам не получилось. Получилось, что перенесли. А можно я перерисую вопрос? 16-го числа. Можно я перерисую вопрос? Давайте. А вот скажу, уважаемый представитель ГАИ и журналистам. ГАИ, вам грустно от этих дорог, нет? Да, конечно. А журналисты от прошла, вам не смешно все это слышать, нет? А вы думаете, нам не смешно, вы думаете, нам не грустно. Мы не переживаем за это, мы переживаем. Ну, если то, что проводить бюлдера, вы отправили только в отпуске? Ну, это не от нас зависит, мы не отправляли в отпуске. А кто же только в журналисты? Правоценно, как я была в прошлом году два месяца в отпуске. Тоже, да? Да, вы прекрасно знаете. Вы знаете, я все понимаю. Вы понимаете, возможности, понимаете, желание кого-то, понимаете, другие какие-то практические спектры. Но я не понимаю, как вы просто... Я обычный горожанин, да, обычный. Вот едешь на машине, идешь пешком, тротуара нет, дороги нет. Куда идти? Давайте переселим город, где-то, в поле, и в поле жить будем. Нет, за прошлый год сделали много хороших дел. Отремонтировали въезд в город по, это самое, Патроицкой. Где, если бы на Патроицкий мост, выезжали с моста? По Патроицкой, я вам говорю. Ну, вы же прекрасно знаете, что это не наши дороги. Это дороги... Коллеги, у меня нет вопросов. Это дороги, пусто-автомобильных дорог. Не то, что там поругать департамент ЖКХ, может, в чем-то им помочь? Может, какие-то деньги все-таки надо выделять им надо, потому что... Вы слышите, о чем я говорю? Мы готовы помогать. Сколько нужно... Сколько дадите денег? И ответ, мы не знаем, сколько мы дадим денег. То есть я просто... Действительно, я должен так. Что человек приходит из департамента ЖКХ, говорит, так, мне надо отремонтировать, вот кинчайшие дороги, такой список-вписок. Мне нужно там 80-100 миллионов. Я так понимаю, депутаты не голосуют, дают 50-40 миллионов. Они же не прыгнут выше крыши, они же не сделают 100 миллионов. Удивление другое. У депутатов нет возможности печатать деньги. Они работают, у них есть вот корзина, и они отвода отрезали. Вначале отрезали то, что защищенные статики делают.